Добрый день, уважаемые коллеги! В настоящее время развитие цивилизации находится на критическом этапе своего развития. Это связано с многими проблемами, в том числе экологии, нехватка энергоресурсов, сложная геополитическая обстановка. И выход из создания своего положения – это переход на трансдисциплинарное исследование. Но главная задача ученых всего мира – это создание комфортной среды обитания человека. Нужен переход на природоподобные технологии. Это сложнейшая задача. А решение сложных задач возможно только за счет трансдисциплинарных подходов и внедрения природоподобных технологий. Вот теоретической основой природоподобных технологий известны являются бионика и геоника. Бионика – американский ученый Zekstyle, изучает объекты органического мира, а результаты используют при проектировании машин и механизмах. А геоника – автор «Ваш покорный слуга». она изучает объекты неорганического мира, природные процессы, горные породы. А результаты используют при оптимизации системы человек-материаловского обитания, разработке технологий получения новых средних материалов, средних материалов нового поколения, которые защищают человека от негативного воздействия всех процессов. Это имеется ввиду и природные процессы, и техногенные процессы. Ну, в общем, все-все. И вот как раз разработка строительных композиций нового поколения для защиты среды обитания человека – это вот то, чем я занимаюсь, и то, почему я сюда приехал. Дело в том, что каждый строительный материал имеет свой природный аналог. Эти природные аналоги десятки раз качественные и лучше по свойствам, чем те средние материалы, которые производят во всем мире. И вот это как раз направление развивается моей кафедрой, а я сам являюсь заведующим кафедрой Белгородского государственного технологического университета имени Шухова из города Белгорода. И вот хочу сказать, что вот наш университет, наши научные школы активно сотрудничают с учеными северо-восточного университета имени Амосова, и мы активно занимаемся именно научными исследованиями по реализации достижения геоники. Так вот, в рамках геоники геомеметики мы решаем очень сложные задачи, стоящие перед цивилизацией. Ну, например, известно всем, что есть такой эффективный теплоизоляционный материал, как пеностекло. Выпускается в осени. При плотности 100, прочности там где-то 3-4-5 килограмм. Я изучаю природные аналогы пеностекла, это спины, базарты, это, значит, пенза, туфы и так далее, самые высококачественные. И оказывается, что разница у них заключается в том, что у пеностекла межпористая перегородка аморфная, а у природных аналогов вскрыто-кристаллическая. Мы вносим изменение состава сырьевой смеси для получения паризонных стеклокомпозитов. И у нас, получается, проще увеличится в 7-8 раз. И мы, получается, синтезируем композиты нового поколения, которых в мире никто не выпускает. И вот в этом году Александр Владимирович Пученко, мой докторант, будет защищать доктор диссертат именно по этому направлению. И на основе этих вот новых стеклокомпозитов, паризованных, можно выпускать такие, знаете, сферы в радиусе метра, так сказать, 3-3,5, и собирать в районе Арктики вот такой вот сферический дом буквально за 3-4 часа. Он будет комфортный для тех условий. Это, кстати, и для сыровых условий Якутии будет, это вполне можно реализовать, и так далее, и так далее. Такие же подходы мы реализуем и в других технологиях. В рамках вот этой новой науки, значит, геометика, у нас, значит, сформулирована теория техногенного метасоматоза. Это есть приспособление строительных материалов к изменяющимся условиям. Ведь почему разрушаются, значит, дома, уникальные сооружения, так, почему все есть в опасных условиях, так сказать, при земли-то-сене, там дома разрушаются и так далее. Потому что, ну, некачественные материалы мы применяем, а именно материал нового поколения, так, с учетом теории техногенного метасоматоза, мы вот изучили, как изменяется горная порода, это еще теория была академикой Корженского в 30-е годы, в прошлом столетии, как горные породы изменяются. Посмотрели следующий методик на изменение свойств этих материалов и сделали очень важные свойства. И теперь, с учетом, значит, теории техногенного метасоматоза, когда мы будем проектировать материалы нового поколения, будут совсем другие материалы. В рамках теоретического положения геоники сформулирован закон сорта структур для анизотропных материалов. Вот представьте себе, например, строите вы дом из силикатного кирпича, ваш коллега из красного, глиняного, кто-то из красного бетона и так далее, кто-то из гарболита, который разработан в федеральном университете вашем, у меня Моссово. Завезли на строительную площадку структурный материал, звоним знакомому прорабу, заказываем раствор для кладочного раствора. Один и тот же. Но ведь такой материал будет не совсем долговечный, о чем говорит и опыт. Надо так, чтобы раствор, который мы используем, допустим, тоже штукатурный раствор, кладочный раствор, по деформативным характеристикам и коэффициенту теплового расширения был аналогичен базовой матрице. Это понятно всем как будто бы, да? Но во всем мире это не использовалось пока. И вот сейчас такой закон с раствором структур, значит, для независимых материалов сформулирован. Он говорит о том, что для создания высокопрочного независимого композита необходимо, чтобы все системы, так, то есть растворные, штукатурные, отделочные и стеновые материалы, имели аналогичные на нано-микромагн на уровне характеристики. Вот реализация такого закона позволяет получить, ну, получать силикатный кирпич, использовать строительство даже в сейсмопастных условиях, что в настоящее время ГОСТами запрещено делать. По этому направлению у меня защитилась диссертация, кандидатская, докторская диссертация, и вот Куприна Анна Александровна, аспиранка моя, защищалась она, кстати, в Совете, в Улан-Удэ, в Бурятии, так, на всероссийском конкурсе аспиранских работ заняла первое место. Получила премию 120 тысяч рублей. И второй закон сформулирован, закон подобия. Это закон позволяет проектировать высокопрочные композиты. Это вот у меня в этом году защита будет доктор кандидатской диссертации Толстым Александром Дмитриевичем. Как раз он с исполнением законоподобия получает высокопрочные композиции. Можно получить даже бетон с прочностью при сжатии 2000-3000 км2. Вот буквально где-то месяца 8-9 назад по второй программе сценария телевидения была информация о достижениях российских ученых по созданию бетона в нового поколения. И вот в этом направлении и моя научная школа активно работает. У нас создан в университете международный научно-образовательный центр геоника геометика, который приращает очень сложные проблемы. В том числе по использованию фрагментов разрушенных зданий и сооружений в строительстве. Так получилось, что я приглашался и приглашаю к защите лекции за рубежом. В том числе пять раз я был в Сирии до войны еще. Я вот в Алеппо, в Холмусе, в университетах лекции. Когда я сейчас смотрю вот те разрушения, которые все знают, понимаете, для меня это просто удар. И поэтому мы сейчас создали международный центр теории и практики восстановления разрушенных городов. И вот международная группа аспирантов так работает над созданием стратегических композитов нового поколения из фрагментов разрушенных зданий и сооружений. Недавно в одной из центральных газет Ирака была информация об этом научном направлении, о том, что мы предлагаем стратегическим фирмам Ирака и других государствам, где много разрушенных зданий и сооружений, свои подходы, свои методики для разработки композитов нового поколения. Ну и наконец-то средиобитание конкретное. В настоящее время во всех нормативных документах требования к строительным материалам для строительства зданий и сооружений какие? Ну, чтобы это здание было прочным, не разрушилось. И защита от аномальных температур. Вы понимаете, что это такое, особенно те, кто живут в Якутии. И вот в этом направлении мы расширяем спектр защиты человека. Пока мы с вами, все люди на планете Земля, находимся в стрессовой ситуации. Вот передают по телевидению погодные условия назад. Говорят, что будет там аномальная магнитная тамбуря. Имейте чувствительность к людям, пейте таблетки и так далее. Или те же электрозвуковые волны и так далее. Шумовая агрессия. Это все действия на человека разрушающие. И вот задача ученых, материаловедов, в первую очередь, создания именно статистических материалов, которые нас защищают с человека от всех этих негативных воздействий. А в окружении статистических материалов мы находим с вами 80-85% своей жизни. Поэтому дом, который мы живем, идеальный дом, представьте себе так, должен иметь форму скелета черепахи. Именно сферической формы. А конструкция стены должна нас защищать от всех этих аномальных воздействий. И вот сейчас научная школа моя работает именно в этом направлении. И вчера мы обсуждали вопрос с вашими аспирантами. И также я им советовал темы диссертационных исследований формулировать именно с учетом создания комфортной среды обитания человека. И я думаю, что в первую очередь, такие сооружения надо делать для детских садиков, домов для престарелых, больницы строить, где именно человек будет защищен от негативного воздействия природных и техногенных процессов. Ну и естественно, всем надо стремиться создавать комфортную среду обитания человека с точки зрения общения, чтобы мы друг другу всегда были благодарны, чтобы мы постоянно, так сказать, были в хороших отношениях друг с другом. И это позволит продлить жизнь человека в среднем до 150 лет. Удачи всем!